Отец всегда говорил мне, делай то, что любишь, и тогда тебе не придется работать ни одного дня в твоей жизни. Основная камера, которая все нам будет снимать, это Alpha 7C, там RON 2875, но у меня есть и другие объективы. ISO 250, мы завесили окно, там на 40% VGIM работает снизу вверх, поднимает нам XPU вот в этой области кадра. Здесь у нас Frost тряпка, здесь у нас Godox, он на 40% вот таким вот достаточно узким пучком светит, и ключевой свет у нас получает. Здесь, в российской глубинке, я работаю с различными материалами, и изготавливаю предметы интерьера от столов и стулеров для стеллажей ручной работы по индивидуальным заказам. Я работаю по дереву уже 10 лет, и при помощи инструмента я могу сотворить в принципе все, что угодно, порой сам не знаю, как это легко. Ну что, господа, вот так вот начинается сегодняшний наш бэкстейдж. Все будет записано на DJI Osmo Pocket, и звук будет вот с этой комики. Я ее использую сегодня просто как рекордер, и потом засинхронизирую звук с DJI. Поэтому вот такая замечательная стабилизация, поэтому не такая замечательная картинка, но этого более чем достаточно для обычного вот такого бэка. Здесь мы с вами начинаем, сейчас будем разгружаться, и где-то тут наш главный действующий герой. Мы его пока не видим, но то, что мы его не видим, не означает, что его нет. Вот, короче, как говорится, герой у нас бессменный, да, все приходит на круги своя. Ну что, давайте выгружать барахло. Да, король вернулся. Короче, все я водрузил. Для тех, кто хочет посмотреть, как я собирался на эти съемки, у меня есть короткое видео, ну как короткое, минут на пять, наверное, в телеграм-канал, ссылки на которые будут здесь. Здесь она загружена, и там я показывал, короче, все, что мы с собой взяли, как, чего, зачем и почему. Давайте к делу. Итак, начнем с того, что разберем железки. Сегодня у нас основная камера, которая все нам будет снимать, это Альфа-7С, Тамрон 28-75, но у меня есть и другие объективы. У меня есть и Макрик, и 85-ка. На всякий случай, для разных кадров, может получиться так, что они нам потребуются. Но, конечно, здесь капец как тесно, я не знаю, на самом деле, потребуются они нам или нет. Итак, штатив K&F Concept, он, конечно, такой вот слабенький, но для того, что нам сегодня нужно, просто для записи какого-то интервью, он нам подойдет, никаких проблем в этом не будет. Кстати, вот 85-ка, это Viltrox. Итак, давайте все потихонечку разберем. То, что нам не нужно, то, что нам нужно, вот такая замечательная ручка для камеры. Ее тоже поставим, потому что здесь будут и handheld-шоты. И давайте сразу мы поставим экран. Поставим экран, где он у нас. Вот он. Функцию экрана у меня выполняет BestView. 7-дюймовый монитор, яркий, со всеми прелестями современной жизни. В общем, как бы этот девайс пока зарекомендовал себя с лучшей стороны. В моем, по крайней мере, пользовании. Здесь у меня различного рода провода. Давайте мы найдем тот, что нам нужен. А нужен нам никакой иной, как HDMI, micro HDMI, для того, чтобы к камере нам подключить. Вообще, монитор для таких съемок, чтобы мы четко понимали, как мы скадрировались. Четче понимали, что у нас по цвету, по экспозиции, что важно. И батареечка. Батареечка нам не хватает. В общем, именно для таких съемок, которые у нас подготовлены, все с ними хорошо, я использую, конечно же, внешний монитор. И, опять же, на камере вот такое устройство от SmallRig, которое нам позволит монитор этот сюда, соответственно, установить. Без каких-либо лишних приблуд. Вот так мы с вами затягиваем. Затягиваем. И монитор у нас уже на своей позиции. На своей позиции. В камеру мы это дело все втыкаем. И сейчас начнем ставиться. Вообще, сперва мы начнем снимать именно сцену диалоговую, так скажем. То есть, непосредственно сам стендап. Снимем его в двух ракурсах. И дальше уже будем различные биролы подснимать. Итак, сегодня у нас ситуация очень интересная с точки зрения места. А точнее, его отсутствия. Наверное, на широкий угол экшн-камеры сейчас видно, как будто бы здесь есть место. Но если сравните с размером человека, то вы поймете, что его здесь нет. Ширина этой комнаты, я думаю, где-то, ну, около двух метров. Какой двух метров? Ну, двух метров до вот этого. А вот досюда метр десять, да, от силы, я думаю. До вот этой печки, так называемой. Не импровизированной, это реально печка, да, была когда-то. Вот. У нас здесь есть стол. И сейчас самая главная задача, это посадить здесь как-то. Может поставить, может посадить главного героя для того, чтобы мы записали основной стендап. Делать это, как я уже сказал, будем в двух ракурсах. То есть, какой-то более общий план. Ну, я думаю, поясной. И супер крупный. Блин. Естественно, мы основной свет здесь будем выключать, будем ставить... Короче, эта задача, наверное, одна из самых интересных, в принципе. Ситуация такая. Попробовали вот на эту сторону. Здесь очень однотонный, монотонный какой-то фон у нас получается. Здесь у нас окно. Сегодня солнечный день, но солнце у нас где-то сбоку, поэтому сюда оно не бьет. Оно немножко завешено, но тем не менее, вы видите, вот здесь сейчас минимальное ISO. Да, если мы прикрываемся еще, становится совсем темно, окно у нас горит. То есть, мы будем ориентироваться по нему и экспонировать все остальное. Сейчас вот в ту часть пробовали виджим положить тепленький. И в общем, давайте попробуем поставить ключевой свет здесь. У нас эта схема будет работать очень интересно. То есть, мы берем маленькую стоечку вот сюда, таким образом, чтобы она в кадре не была. Сейчас сюда ставим френель. Вот сюда вешаем фросткань. В нее лупим френелем, и будет вот с этой стороны ключ на него идти. Так, годекс S60 у нас сегодня. А где у нас розетка? На, под столом. На, Сань. Провод длинный. Втыкай куда угодно. Только так, чтобы он не висел, его еще в стороночку вот так вот, да. Вот, годекс S60 у нас, бац, вот таким вот лучом будет бить. И сейчас мы сюда повесим фон. Вон он там лежит. Белый, белая тряпка. Белая тряпка. Замечательные леруашные зажимчики. Просто топ. Топ за свои деньги, да. Вот. Вот. И теперь, соответственно, можем перевести даже чуть сюда по лучу. Он совсем у нас в камеру не заходит. И свет ключевой, он стал более такой, более мягкий. Да, летают пылинки. Слушай, ну очень антуражно. Очень антуражно. Классно. Мне вообще нравится. Минус 0,3, минус 0,7. Ну, у нас окно просто выбитое. Практически, да. То есть, немножечко все-таки оно выбитое. Хочется его еще больше потушить. Но, вы знаете, мы можем немножко счетырить. И какой-нибудь... У меня есть тейп с собой. И можно заклеить его снаружи. Тряпку повесить на него. Что-то такое, да, вставляли, по-моему, туда под... Что-то... Это когда мы рассеивать пытались, потому что мы его использовали. А сейчас мы ее используем как свет. Поэтому... Ну-ка, посмотри вот сюда. Короче, смотри на меня. Вот сюда. Как будто ты рассказываешь вот сюда. Вот. Чуть-чуть больше в эту сторону. Не в объектив, а вот сюда куда-то. Вот. Ну и скажи там, я так херово жил, потому что... Я так херово жил, потому что... Потому что вот так вот. Вот. Короче, такой вот тестовый дубль. В принципе, с этим уже можно работать. Уже можно работать. Да, технология идет дальше. Слушай, но он нам сделает его каким-то... Ну, кстати, синим будет круто. Что за синяя-желтая тряпка, Сань? Где ты ее взял? Давай-давай-давай. Я в тебя верю. Что, нам даже тейп не понадобится? У тебя есть наличники. Наличник, да? Как это называется? Худный. Ты вообще мощные взял. Да приятный взял, для каких цен это? Так, современный видеопродакшн, да? Вот, значит, как это называется. Как говорится, изнанка кинобизнеса, да? Да-да-да-да-да-да. Изнанка индустрии. Отведи ее полевее, чтобы она точно у нас не съехала. Саму струбцину, саму струбцину. Да-да-да, вот. 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 Все, ништяк. Ништяк. Отлично. Погнали смотреть, что получилось. 16%. Вот примерно так. Мне нравится, как сейчас это изображение выглядит. И я не заметил, что у нас опять горит окно. То есть придется нам опуститься на пару ступеней. На пару ступеней, блин, даже больше. Вот. ISO 250 нам только позволяет так, чтобы окно не горело. Ну ладно, Сань, посмотри сюда. Посмотри сюда. Вот, давайте на... И что я зеваю-то, блин, не могу. На 50. На 50. Вот. Мы с вами можем также посмотреть вот на эту замечательную вещь. Это у нас Full Color, да? Посмотреть, что у нас вообще, где у нас находится скинтон и как это вообще у нас все выглядит. Ну вот, сейчас к розовому он идет. Желтый. Вот. Якобы вот сейчас та самая экспозиция, которую хотелось бы, но мы ее, естественно, понизим. Потому что у нас такой низковатый ключ. Вот на 50. Я думаю, вот с этим мы и будем работать. Теперь у нас наконец-то окно не горит. ISO 250 мы на нем остановились. Желтенький мягенький свет там есть. И непонятно, что это у нас какое-то... Что-то, знаете, отдельное. Что-то, чего здесь не было. И все-таки как-то вот так. Я думаю, что надо поднять камеру повыше, чтобы сама камера была у нас на уровне головы. Сейчас мы это и сделаем. Все. Вроде как после долгих скитаний ISO 250 мы завесили окно. Там на 40% виджим работает снизу вверх, поднимает нам экспу вот в этой области кадра. Здесь у нас фросттряпка, здесь у нас годекс. Он на 40% вот таким вот достаточно узким пучком светит. И ключевой свет у нас получается. Что касается света. Вот скинтон у нас как раз немножечко в самом ярком месте доходит до оттенков скинтона. Вся экспа в норме. В ППО мы снимаем на 2,8. Блин, ну вот. Как-то так. Наверное, с этой отправной точкой мы и начнем. И сейчас тоже немаловажная вещь. Нужно поставить микрофон. Вот в этих вот условиях. Займемся. Чик. Вот это вот у нас импровизированная удочка. Затем мы берем вот из этой стойки замечательной. Выкручиваем кронштейн. Сюда вставляем. И затем вот так в эту стойку можно будет совершенно спокойно это расположить. И здесь у нас будет висеть рекордер. Рекордером я пользуюсь самым простецким, на который еще, блин, свадьбы записывал. Это вот такой вот, по сути, диктофон от Sony. Справляется со своей функцией просто прекрасно. А самое главное, работает от двух мизинчиковых батарей 6 банкетов по 6 часов подряд. Рекомендую. Итак, условия у нас очень стесненные. Стойка большая. Здесь явно с трудом поместится. Но так как у нас на ней будет совершенно не тяжелая штука, мы ее можем поставить вот так вот узенько. Узенько, да, достаточно. Как я уже сказал, совершенно спокойно мы вот эту вот вещь сюда вставляем. Совершенно спокойно. Вот так поднимаем. Микрофон сам там. Меняем его, скажем так, направление. И вот вы сейчас видите, вот он над кадром висит. Здесь вот его уже не видно. Не видно ни стойки, ничего не видно. Мы его направим в сторону нашего главного героя. И все это у нас получится. Сейчас я переверну. Вот так. Так вот эти орущие дети, вообще, конечно, там. Музон какой-то там еще. Средняя запись. До самого последнего его не видно вообще. Офигенно. Вот так вот он будет. Прямо вообще тебе впасть, можно сказать. Вот такой вот у нас визуальный ряд получился. Не смотри на него. Его как бы, ну, на самом деле нет. Он на самом деле есть, но его на самом деле нет. Блин. Ну все. Сейчас будем начинать. Господи, неужели мы сняли первую часть? Итак, сейчас мы ставим 85-ку. 85-ку. Ставим. И камеру мы с вами меняем. Меняем. Сань, присядь. Давай я сейчас посмотрю, как нам камеру надо будет поставить. Здесь у нас повыше. Так, фокус включаем. Фокуса нет. Фокус есть. Фокуса все равно нет. Вот. Вот этот ракурс вообще прикольный. Мне нравится. Там сзади мусор. Как раз все, как мы любим. Вот здесь вот уже, знаешь что? Нам надо, наверное, какой-то контровой, чтобы было прям, было прям круто, классно. И для этого нам понадобится, я думаю, тот свет. Давайте мы, значит, в плане работы теперь по съемке биролов. Мы с вами оставим все тот же сетап. То есть, ключевой у нас так и будет вот этот. Желтенький свет там оставим. У нас окно здесь прикольно работает. Оно причем такое теловое, да? И мы сделаем, чтобы у нас все время был здесь некоторый контровой, какой-то интересный свет. Мы вот сейчас aperture каким-нибудь прикольным образом поставим. Значит, мы вот так вот делаем. Кстати, как и выяснилось, да, для тех, кто видел, как я собирался на эту съемку. В итоге далеко не все, далеко не все пригодилось, да, в полной мере нам. Сейчас мы будем всякие биролы снимать. И здесь я уже вот этот вот объективчик возьму. Это макрик, причем китайский, это артизан. Он для кропа. И это 40 миллиметров. То есть, это в пересчете будет у нас 60. 60 миллиметров макро. Но зато настоящее макро. Для всяких там кадров интересных он нам точно пригодится. Его сюда поставим. Все основное будем на Тамрон на это писать. Кстати, два часа прошло, и осмоэкшн разрядилась. Поставили мы ее пока на зарядку. Потом продолжим на нее писать бэк. Вот. У нас здесь вот такой свет. Поставим его температуру на 4, наверное, 1000 кельвинов. У нас же там 4000, да, на этом? 4000. И интенсивность сейчас выберем. Сейчас выберем, какую интенсивность. А пучок 100% будет у нас узкий. То есть, спот, да, вот так вот. Максимально, максимально узким каким-то пучком мы будем бить. И положим его вот туда. Туда сзади. Давай посмотрим, как это получится. Прямо вот так вот клади куда-то вот сюда. А яркость? С яркостью сейчас мы поработаем. С яркостью сейчас поработаем. Ну, я посмотрю в камеру, будешь добавлять, если что. Я тебе скажу. Сань, вот эту вот, которая ближе к тебе крутилка. Вот. Ну, видишь, она яркость добавляет. Сейчас по ощущениям поставим. Я возьму какой-нибудь первый кадр. Сумочку убираем отсюда. Вот. Ну, по экспозиции, в принципе, мне нравится. Можно до F4 прикрыться. Прикрыться. Нет, на 2.8 на открытый будем снимать. Так. Ну и что? Подолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что ж, коллеги, вот такой вот ролик получился, все это было максимально, скорее всего, сумбурно, и я не знаю, короче, я много где записывал, много где пропускал записывать, у нас один раз разрядилась экшн-камера, мы ее чуть-чуть заряжали. Кстати, вот сейчас свет тот самый, в принципе, основной, который мы изначально с вами и поставили, то есть тот же S60 в, соответственно, фрустряпку, и ключевой как бы делает, причем прикольно, да, вот это окно послужило такой вещью, что как бы обрамление, ты сидишь, вот фон темный, но только за тобой он светлый. И здесь изредка еще Apture работал. Кстати, как я и думал, как я и думал, получилось так, что далеко не все то, что брал, понадобилось, и понадобилась, по сути, только одна стойка, нет, две все-таки, вторая стойка еще под микрофон. Два прибора, вообще, в основном был один, работала также маленькая вот эта панелька, которая уже погасла, и иногда использовали второй, оба прибора направленных, потому что места очень стесненные, и никакой софтбокс ты, грубо говоря, здесь не разложишь. Как-то так, я думаю, будет отдельное видео по поводу монтажа, каких-то вот нюансов и разбор световых схем именно с рисунками, он будет вот в том ролике, в котором мы сам монтаж будем смотреть. Ну и, собственно, все. Вы были на канале Budget Filmmaker. Надеюсь, это было интересно, познавательно, отвратительно или еще как-то. Подписывайтесь, отписывайтесь, ставьте лайки, излайки, жмите на все кнопки. Увидимся.